Здравствуйте! С вами программа «Законодатели» и я ее ведущая Ольга Панова. Сегодня телевизионно-парламентский сезон 2014-2015. Мы открываем с председателем Государственного Совета Чувашии Юрием Поповым. Юрий Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, телезрители! Здравствуйте, наши избиратели и просто жители нашей любимой Чувашьей Республики! Буквально на минувшей неделе прошла первая сессия этой осени. Достаточно полдотворно депутаты поработали и весной. Вот был принят целый пакет важных для общественной, экономической, политической жизни Республики законопроектов. Хотелось бы, чтобы вы обозначили, скажем, ключевые, главные из них. Да, наверное, мы действительно давно не встречались. Наши телезрители давно нас не видели, так как были на самом деле на парламентских каникулах. Но, тем не менее, уже первая сессия, уже во втором полугодии у нас состоялось. Много вопросов. И, самое главное, много важных вопросов мы рассматривали на этой сессии. Наверное, кто-то уже читал, знает, видели в эфире. Но, как всегда, Государственный совет, он работает над важными законопроектами. И на этой сессии тоже мы 27 вопросов было. И много таких важных вопросов. И касающихся сельскохозяйства, и строительства, и бюджета. Поэтому, что сегодня интересует, я готов все это рассказывать. — Хочу отдельно и особенно остановиться на свежеприиментом документе о законе об организации органов местного самоуправления. Очень много эта тема обсуждалась. Было очень много споров вокруг этого. И все-таки хотелось бы из ваших уст услышать, на какой схеме выборной парламентарии остановились. И на основании чего? Почему было принято это решение? — Да, конечно, этот вопрос еще мы с мая месяца, с весны начали. Потому что был уже принят федеральный закон. Это в мае подписанный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. И мы уже в мае начали готовиться над этим законопроектом. Еще в июле месяце было распоряжение Кабинета министров, где создана информационная группа из семи подгрупп. В их числе были и депутаты, и просто общественники. Выезжали в районы, общались с коллективами. Ну и рассматривали вот этот законопроект. Изучали мнение населения. Ну, с моей точки зрения, да, закон мы уже приняли на сессии. Свои комментарии я могу так сказать. Например, сельское поселение. Раньше были там прямые выборы председателей сельских советов. Ну, а сегодня мы решили это просто отдать именно депутатскому корпусу сельского поселения. Потому что вот раньше как было? Мог избираться любой. Если, например, где-то в деревне каком-то половина родственники. Ну, давайте выберем там своего, там кого-нибудь Николая или там Ваню. Выбрали, а он не готов работать. А после этого он бросает все и уходит с этого поста. А должность выбранная. Просто так туда другого человека назначать это невозможно было. И поэтому, я думаю, вот это очень правильное и хорошее решение. В любой момент тот глава сельского поселения, если бросит свою работу, а депутаты могут назначить другого. И это быстро и оперативно. И своего числа. Да, и своего числа. Ну и тут, наверное, уже дальше идет. Это глав районных муниципалитетов. А тут важно, да, все сельские районы захотели именно, чтобы главы района были избраны прямыми выборами. Разъясняю. Потому что, на самом деле, если в районах, в любом районе, человек, который активный, который работал в районе, которого население района уже знают. Потому что любой район, если в республике взять, он более такой компактный. Что происходит в районе, ситуации знают. Ну, наверное, вы сейчас хотите задать в городах у нас как, да? Ну, по городам я тоже могу сказать свое мнение и вот решение сессии госсовета. И правильно, я думаю, это и мнение многих наших жителей республики. Если, давайте, вот, начинаем выборы города. Городское население мало кого среди своих знает. Ну, знают, конечно, есть знаменитости. Но если на выборы пойдут, на выборах будут участвовать много желающих. Они много будут обещать. Обещают там, что отремонтируют ваши дома, ваши квартиры. Мы все сделаем, благоустройство территории. Но за всем этим стоят финансы. Откуда брать финансы? Потому что бюджет, он единый для республики. И те, которые красивые слова говорят и обещают, а потом, в итоге, когда избираются, они ничего этого не могут сделать. И в итоге глава будет бездействовать города. Чтобы этого не допустить, мы решили, чтобы народные избранники, депутаты города избрали главу муниципального образования и плюс к этому сети менеджеров. Это самый эффективный метод работы. На сегодняшний день это доказано. Вот взять, например, город Чебоксары. На сегодняшний день Чебоксары очень хорошо развивается. Много хорошего делается. Взять, например, благоустройство наших улиц. Это много труда вложено. Дворы. У нас практически на сегодняшний день половина дворовых площадок отремонтированы или положены новые асфальтные покрытия. Вот, исходя из этого, сегодняшний день самый эффективный, я думаю, и многие со мной согласятся, хороший вариант это. Но прямые выборы это тоже хорошо. Но там есть один минус. Те, которые избираются, потом не захотят ничего не делать, пять лет они просидят, зарплату будут получать, свои вопросы будут решать. И никакого спроса не будет практически. Юрий Алексеевич, вернемся к законопроектной работе парламента. Над чем депутаты сегодня трудятся? Каких интересных законов и инициатив общественности в ближайшее время ждать от депутатского корпуса? Ну, планов, конечно, у нас очень много. Это по развитию сельского хозяйства, по развитию города, градостроительства. Ну, и, конечно, это самый главный вопрос у нас принятия бюджета на 2015 год и на планы первые 2016-2017 годы. Это, я думаю, один из самых важных документов. Потому что все проекты, которые предусмотрены, это многое зависит от бюджета. Конечно, радует то, что бюджет у нас с каждым годом увеличивается. Вот на прошедшей сессии, на 23-й, мы уточнение бюджета приняли. Как вы знаете, увеличение, принятому в прошлом году, у нас увеличение на 3 миллиарда рублей. Это дополнительные финансы на поддержку всех отраслей нашей экономики. Поэтому это очень серьезный и внимательный документ. Прежде чем принять документы, много у нас мероприятий пройдут. Это и публичное слушание, и общественность будет рассматривать, и в комитетах государственного совета будет рассматривать. Поэтому уже в скором, в ближайшем, это в ноябре месяце, пройдут у нас публичные слушания по принятию бюджета. И, наверное, я думаю, где-то в декабре примем бюджет на 2015 год и на 2016-2017 годы. Вот если вернуться к событиям последней сессии, некоторые депутаты предлагали на рассмотрение депутатского корпуса законопроекты, связанные с увеличением трат на содержание государственного совета. Это введение помощников на зарплате, введение такого понятия, как депутатский фонд. Вы как можете прокомментировать подобные инициативы, скажем? Ну, я категорически против этих законопроектов, потому что вот депутат, который хочет иметь двоих помощников, заработные платы по 50 тысяч, это смех и трагедия для республики. Потому что депутат, народный избранник такие законопроекты предлагают, это у меня в голове не умещается. Это люди, которые никогда сами не зарабатывали и не платили бюджет в республике, которые могут себе два помощника. С какой стелью? У нас не все депутаты даже не на оплачиваемой основе работают. У нас всего-то 9 депутатов, которые во главе со мной зарплату получают. Ну и депутатский наказ. Да, наказы это хорошо, но не так, как взять какую-то сумму и распределять сам депутат. Это тоже неверно. Это, во-первых, нарушение бюджетного кодекса. И, во-вторых, депутатский наказ, любой депутат может свои наказы выполнять. Вот я могу пример привести. Хороший у нас очень порядочный депутат, это по Новочепоксарску Михаил Сергей Петрович. С его подачи буквально за два года два детских садика вводятся в Новочепоксарске. Это как он работает? Вот зашел ко мне и говорит, Юрий Алексеевич, у нас категорически садиков не хватает. Давайте, говорит, как-нибудь хотя бы один садик решим этот вопрос. И вот в 2013 году мы, и я там присутствовал, и глава республики, мы открыли там первый садик. И он же, говорит, мало, не хватает проблемы с детскими садиками. Давайте, говорит, как-нибудь введем программу дополнительного, еще один садик. И в этом году мы там еще один садик будем открывать. И проблема строится с детскими садиками детей. Там практически все решено будет в Новочепоксарске. Ну много таких, вот много депутатов, которые у нас в Чебоксарах, такие активные депутаты, как Угаснов Николай Федорович. Очень много в северо-западном районе делается. Такой же у нас Филимонов Валерий Николаевич. Потом Николаев Николай Станиславович, это депутаты, я имею в виду просто городские. Куршев Игорь Анатольевич, они очень много делают для того, чтобы вот свое предвыборное обещание они выполняют. Они выполняют именно на делах, а не словами. Поэтому то, что именно в депутатском корпусе есть такие депутаты, которые не просто там обещают, но конкретно своими делами доказывают. Вы коснулись темы детских садов, очередей в детские сады. Не так давно вы собирали у себя глав администрации некоторых районов для, скажем так, непростого разговора. Хотелось бы узнать подробности. Ну да, потому что глава республики Михаил Васильевич Игнатьев попросил меня взять под личный контроль. Потому что многие подрядчики не выполняют своих обещаний. Это я могу прямо сказать, у нас это поселок Угеси, который садик должен был еще в 2012 году ввести в эксплуатацию. Это садик в Маргаушском районе, в Маргаушах в селе. И сейчас у нас начинаются опять поселки Вурнарах. Потому что попадаются такие подрядчики, у которых нет своих средств, нет своих сил. Они заходят, участвуют в тендеры, выигрывают с занижением цены до 20-30%. Как можно этот садик построить? И потом они начинают, вот у нас не получается, дайте нам дополнительные деньги. Ну конечно тут и федеральное законодательство как-то надо отрегулировать, чтобы такие недобросовестные подрядчики не попадались. Это не только по садикам, есть и в других социальных сферах, когда берут подряд и не выполняют. Это и по жилью для детей-сирот и других. Много таких примеров. Поэтому кому еще, не нам, депутатам, заниматься этим вопросом? Конечно будем мы вникать, изучать и постараемся всячески поддержать. Они ждут вот эти садики, их не интересует. Там было сказано в срок, деньги есть, финансы есть. Тут из-за каких-то вот таких руководителей, строителей, кавычках, которые ничего не могут делать, страдают люди, дети, самое главное. Как вчерашнему аграрию не могу не задать вопрос, касающийся санкций, введенных против России и, соответственно, ответного продовольственного эмбарго. Как вы отнеслись к этой вести? Как к этому отнеслись коллеги по депутатскому корпусу, которые, многие из которых сегодня имеют отношение к сельскому хозяйству? Ну, я тут не соглашен, что вчерашний аграрник. Я и сегодня аграрник, потому что и земли вырос, и земля для нас — это как бы душа, кормилица наша. Я вот эти санкции, введенные президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, я одобряю, потому что мало обращали внимания на сельское хозяйство, потому что все завозили, все на вам, готовое, а свое производство все забросили, можно сказать. А сейчас, конечно, сельское хозяйство будет развиваться. Мы умеем, аграрники, работать и сможем. Технологии, которые сейчас заграничные, они у нас изучены, внедрены в наше производство. Они только рады, наши аграрники, то, что на Западе, сколько на развитии сельского хозяйства и производства сельскохозяйственной продукции, там финансы выделяли намного больше, чем у нас. Нам важно, что именно для аграрии был сбыт для реализации. Вот это сейчас будет, потому что и картошку, и мясо, и другие виды сельскохозяйственной продукции мы умеем его. Вот то, что плохо умеем преподнести и как его продавать, вот этого, может, не хватало у нас. Но на данный момент это будет все хорошо и отлично. Не столкнется ли чувашский потребитель с повышением цен на продукцию? То есть каких-то наименований просто не станет. Другие производители пытаются воспользоваться возможностью и ценой на свой товар в завентине. Аграриям что нужно? Им нужно хотя бы какой-то процент прибыли из реализационной продукции. Поэтому я уверен, что это при такой цене сейчас, при нынешней цене на сельскохозяйственной продукции и на картофель, и на зерно, и на молоко, и на мясо, они достаточно прибыльно будут сейчас. И таких повышений цен не будет ожидаться. Поэтому беспокоиться нашим покупателям, я думаю, не стоит. Но в случае чего депутатский корпус готов включиться, отконтролировать, отрегулировать? Может быть, хотя бы на местном уровне? Да, конечно, депутаты это всегда готовы. Мы выезжаем, мы контролируем цены в магазинах, где какие цены. Ну, плюс к тому, что если что-то не так будет, где-то тяжело, мы всегда ведь готовы в бюджете рассматривать на поддержку агропромышленного комплекса дополнительные финансы. Поэтому все под контролем, что будет нормально. Не так давно делегация Чувашской республики, вы в том числе посетили Пензенскую область, ехали за опытом. Удалось в области сельского хозяйства что-то новое подчеркнуть, какие-то идеи, свежие новации привезти от соседей? Конечно, Пензия – большой хороший шаг в сторону привлечения иностранных инвестиций. Вот сделано. Приведу один пример только. Совместно в начале проекта, это на государственном уровне рассматривали проект, и вот этот проект в стадии уже завершения продали малазийские компании. Это проект где-то по производству молока, современной фермы на 4600 голов двойного стада в одном месте. Суперсовременная техника. Ведь в том, что именно из своего местного бюджета вкладываем в развитие именно своего региона, а потом продаем, он же вот этот объект никуда с собой не заберет. Там к этому дополнительно рабочие места. Это прекрасные, хорошие современные рабочие места. И техника там современная. Но хорошо, когда свои инвесторы есть. Сейчас площадка, поле для развития любого бизнеса у нас достаточно. Хоть в сельском хозяйстве, хоть в другой отрасли экономики. Поэтому чем больше инвесторов, тем богаче наш регион становится. Тем больше пополнение бюджета в республику и местные бюджеты. Насколько я понимаю, для того, чтобы последовать, к примеру, Пензенской области, потребуется какое-то на республиканском уровне законодательное регулирование вот этой схемы финансирования и включения республиканского бюджета вот в подобные сельхозпроекты. Депутатский корпус готов проработать в ближайшее время? Да. Как помните, мы на прошлой сессии приняли закон о привлечении иностранных инвестиций. Но, конечно, еще схему именно привлечения республиканского бюджета на развитие бизнеса любого, вот это нам предстоит, конечно, рассмотреть. Потому что мы можем из республиканского бюджета сегодня туда вкладывать рубль, а потом через года два, три или это мы можем получить оттуда 10 рублей. Вот. И дополнительный плюс – это создание рабочих мест и новые технологии. Над этим нам, конечно, работа предстоит. Вот-вот республике предстоит принять большой спортивный форум «Россия – спортивная держава». Вот вопрос к вам, как к человеку в спорте, не чужому. Нам действительно есть, что показать и чем гостей удивить? А ведь не зря этот форум у нас проводится. Потому что у нас на развитии массового спорта очень много делается. На сегодняшний день во всех районных центрах у нас есть спорткомплексы. Это все совершенно новые. Еще много строится и в Чебоксарах. И много мы пропагандируем здоровый образ жизни. Если по России взять именно те, которые занимаются массовыми видами спорта, ведет здоровый образ жизни. По России это показатель 27%, а у нас в Чувашии это 36%. Это самый высокий показатель. Мы этот международный форум достойно должны встретить и проводить. И заодно еще, наверное, мы можем привлечь инвесторов, людей, которые будут заинтересованы, именно глядя на нашу республику. И в то же время я хочу сказать, мы ведь сами тоже показываем пример руководителей республики. И глава нашей республики, он сторонник заниматься спортом. И я в то же время. Мудрые люди говорят, лучше деньги тратить на спортивные сооружения, чем потом тратить на лекарства и на какие-то болезни. Поэтому, во-первых, есть здоровье это, плюс экономия финансов. Если человек заболеет, он больше будет тратить на лечение, чем вести такой здоровый образ жизни. Юрий Алексеевич, я вас благодарю за этот разговор, за ваши прямые и откровенные ответы. Спасибо. Мы будем очень рады все рассказывать, и не только я, и остальные депутаты. Потому что очень мало выходим к людям, именно рассказываем о том, как работает государственный совет, как работают депутаты. Мы должны довести это до населения. Спасибо. Спасибо и до встречи в нашем телевизионном эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова